Уважаемые друзья, товарищи, все те, кто пришел протестовать, все те, кто пришел протестовать против протестантов, есть и такие, и он там, он сзади. Но в любом случае, всем нам жить тяжело. Все мы живем в Молдове, которая на сегодняшний день катится назад. Катится назад нищету 90-х. На той неделе уже их правые эксперты озвучили о том, что уровень потребления, то есть то, на что мы можем, те продукты, которые мы можем купить за существующую зарплату, пенсию, скатились от уровня 99-го года. Минус 22 года. За один год нынешняя власть скатилась на сразу 22 года назад. Гонят нас в голодные времена, гонят нас в холодные помещения. Премьер-министр вместо того, чтобы предлагать решения по улучшению качества жизни людей, готовить народ к тому, что осень будет тяжелая, зима будет голодная и холодная. Нам нужен такой премьер? Нет! Зачем нам нужно правительство, которое говорит о том, что все будет плохо, вместо того, чтобы предложить, что сделать, как сделать, как улучшить? Они это ничего не делают. Сейчас премьер пришла в парламент. Продлить чрезвычайное положение в стране. Это вообще правительство чрезвычайного положения. говорит о том, что как тяжело жить, говорит о том, что виноваты с одной стороны война, с другой стороны мы, граждане страны, потому что мы думаем не так. Что мы думаем о высоких ценах, поэтому цены растут. Потому что мы покупаем продукты питания, поэтому на эти продукты питания и растут цены. Это все ее золотые мысли. Это все ее уровень подготовки. Вы представляете, как может жить государство, если у подобного рода люди сидят в правительстве. И хуже всего, что они убеждены, что они делают те вещи, которые должны делать, что они делают правильные вещи. И хуже всего, что они убеждены, что их благодарят. Они же окружили себя зоной комфорта. Они окружили себя советничками, которые говорят им, Домна, Наталья, вы делаете все хорошо. Домну, Гросу, вы золотой, вас любят. Вас любят везде, вас любят во всем. Вы делаете все хорошо. Если они не знают, как живут люди на селе, в районном центре, на предприятии, они не знают, как выживает простой человек. Потому что у них все хорошо. Утром захожу в здание парламента. Везде пахнет шампанским. Думаю, что такое? С утра пьют. Вот оказывается, наше руководство парламента с утра празднует День госслужащего. Это уместный чай. Вы с утра выпиваете? Да, чай. А они уже пьют, у них уже все хорошо. С икрой, как положено делают. У нас еженедельно растут цены на все. У нас еженедельно все хуже и хуже. Но эта власть еженедельно нам говорит, все будет хорошо. Гросу, вы слышали, на днях сказал, что вводим чрезвычайное положение не для того, чтобы улучшить жизнь людей, а для того, чтобы не искать депутатов своей партии вас в отпуске, где они будут. До чего дошли? Вместо работы они уезжают по заграницам, на острова, отдыхать. Кто-то из вас поедет отдыхать? По стране передвигаться дорого. Люди же пешком начали по городу ходить. Для того, чтобы хоть как-то экономить. А у них все хорошо. Посмотрите, что в медицине творится, нехватка лекарств. Они как-то решают эту проблему? Нет, нашли виноватых. Опять виновата Украина, опять виновата детский порт. А что вы сделали для того, чтобы разблокировать ситуацию? Что вы сделали, чтобы остановить рост цен на медикаменты? Ничего. Закрылись в министерствах, сидят и думают, что все хорошо. У них действительно все замечательно. Но что происходит в делах, где нет аптек, где нет лекарств? А если есть лекарства, то они стоят полпенсии, полхарплаты. И это продолжается всегда. И это продолжается везде. Каждый день мы слышим новые обещания. Каждый день мы слышим о том, что жизнь стала лучше. Но жизнь становится хуже. И чем дальше, тем больше истерики у этих властей. Тем больше они совершают ошибок. И за эти ошибки платим мы. Инфляция в 30%. Увеличение цен на 40-50%. Это все ошибки. Это все ее ошибки. Это все гаврилицы ошибки. Но они за это ни пануться не платят. За это все платим мы. Народ Республики Молдова. Уважаемые друзья, протесты, митинги должны продолжаться. Но не только в Кишиневе. В районных центрах, в селах, на предприятиях, в забастовке. Все это должно идти.